ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Федеральная антимонопольная служба начала отрабатывать заявление Владимира Путина о том, что бензин в России может стоить дешевле. ФАС уличила Газпром в том, что в начале февраля он в пять раз сократил продажи топлива на внутрироссийском рынке и в четыре раза поднял объемы продаж за рубеж. Тем самым были созданы предпосылки для дефицита горючего. Отразилось ли это на ценах, какую ответственность понесет Газпром, станет известно позже. ТРАССА 101 Министерство внутренних дел ответило Союзу автошкол на его предложение о сдаче экзамена на знание ПДД каждые 10 лет при замене прав. По мнению ведомства, это было бы излишне. Подсластило эту пилюлю Союзу заявление МВД о том, что оно готово принимать и рассматривать любые инициативы, направленные на повышение безопасности движения. ТРАССА 101 Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России в прошлом году составила 1 миллион 330 тысяч рублей. Рост по сравнению с 2016 на 2%. Отечественные легковушки, почитало агентство Автостад, стоили в среднем 583 тысячи. И на марке полтора с лишним миллиона рублей. Что касается средних цен по конкретным маркам, у одних автопроизводителей они подросли. Например, Volkswagen, Hyundai, Kia, Renault, Skoda, Ford, Lada и так далее. У других, УАЗ, Mercedes-Benz, Toyota, Land Rover и Infiniti немного снизились. ТРАССА 101 В России могут начаться продажи электромобилей китайской марки ZOTI. Вскоре они станут доступны в Белоруссии. Речь идет о компактном электрокаре, внешне напоминающем смарт и полноценном седане. Первый оснащается 83-сильным мотором и литий-ионной батареей на 25 киловатт-часов. Запас хода 220 километров. У второго емкость батарейки побольше, как и число лошадиных сил. Почти 130. По предварительным оценкам, стоимость седана составит около 1 миллиона рублей. Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель. Это увеличит ценник автомобиля примерно на 25 тысяч рублей. Сейчас машина стоит минимум 984 тысячи. Она оснащается бензиновым двигателем мощностью 110, либо 150, либо 180 лошадиных сил. Есть еще заряженная версия RS, укомплектованная 230-сильным мотором. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.